Всем привет! Наверное, каждый человек может похвастать какой-нибудь особенной способностью. Например, кто-то умеет шевелить ушами, кто-то способен писать обеими руками и обеими одинаково плохо, кто-то — доставать языком до носа. Но герои нашего сегодняшнего видео не просто талантливы. Их умения уникальны настолько, что стали причиной мировой известности. Готовы познакомиться с этими звездами, чьи странные особенности попали в объектив камеры? Что ж, поехали! Джоди Радж В Индии есть свой человек-паук, но он предпочитает, чтобы его звали королем обезьян. Джоди Радж относит себя к свободным альпинистам. Это значит, что он покоряет вершины без помощи каких-то специальных штук. Никаких веревок, никакого защитного оборудования, только собственная сила и ловкость. Радж уверяет, что научился скалолазанию, просто подражая обезьянам. Да, вы не ослышались. Никакого специального обучения, занятий на искусственном скалодроме и прочих подобных вещей. Только наблюдение за обезьянами и попытки скопировать их поведение. Понемногу Радж начал делать себе имя. Туристы стали снимать видеоролики с его выступлениями и делиться ими на YouTube. Эти видео, на которых Радж выполняет очень рискованные трюки на стенах, принесли ему популярность. Кое-кто даже стал говорить, что в прошлой жизни Радж сам был обезьяной. А как иначе объяснить то, с какой легкостью он рискует жизнью? Не обошлось и без падений, но никакие переломы не смогли заставить Раджа бросить любимое дело. Он забрался на форт Читродурга, покорил водопад Герасоппа и поднялся на башню часами Марусавир Матх. На последнее, к слову, у альпиниста ушло всего 15 минут. Можете представить, каково это – плавать в невероятно холодной воде где-нибудь на Северном полюсе? А Льюис Пью может. Этот британский юрист, выросший в Южной Африке, словно вообще не чувствует холода. И отчасти это правда. Например, в 2007 году он проплыл расстояние длиной в километр, проведя 18 минут и 50 секунд в воде, температура которой составляла почти минус 2 градуса по Цельсию. При этом на Пью не было никакого специального костюма, только плавки, очки и шапочка. Следует отметить, что морская вода может иметь температуру меньше 0 градусов, поскольку температура ее замерзания ниже, чем у пресной воды. Чтобы совершить такой заплыв, Льюису пришлось пройти серьезную подготовку и заставить свой организм привыкнуть к низким температурам. Когда человек оказывается в холодной воде, он начинает дышать чаще и совершать более короткие движения. Если плыть в это время, можно захлебнуться или даже пойти ко дну. Но секрет Пью не только в подготовке перед экстремальным погружением. Пловцу помогает так называемый упреждающий термогенез. Это уникальная способность организма поднимать температуру примерно на 2 градуса по Цельсию еще до погружения. Иными словами, Пью становится горячее, когда только смотрит на холодную воду. Считается, что это явление уникально. Ученые утверждают, что так тело приспосабливалось к постоянному нахождению в холоде. Впрочем, у Пью другое мнение. Он думает, что так организм просто реагирует на страх. Ведь каждая встреча с ледяной водой – то еще испытание. Мэри Лу Хеннер Американская актриса и продюсер Мэри Лу Хеннер снималась в фильмах, сериалах и ситкомах. Кроме того, она активно продвигает идею здорового образа жизни и пишет книги о правильном питании. А еще Хеннер никогда ничего не забывает. Буквально. У актрисы официально подтвержден диагноз «гипертимезия» – способность помнить и воспроизводить огромное количество информации о собственной жизни. Исключительная автобиографическая память. В мире не так уж много людей с такой особенностью, по некоторым данным их всего 12. И Хеннер – одна из них. В то время как средний человек может помнить о 12 событиях в году, люди со способностью Хеннер способны запомнить более 200 событий. И это подтвердили ученые, которые провели множество тестов. Актриса утверждает, что ее память похожа на функцию выбора фрагмента фильма. Хеннер видит воспоминания через нечто вроде превью, на которое она может кликнуть и узнать все необходимые подробности. Только превью еще и двигаются, причем все одновременно. По иронии судьбы, муж актрисы зарабатывает на жизнь, публикуя одну вещь в мире, в которой она не нуждается. Он занимается календарями. Эд Вистурс Люди, которые увлекаются альпинизмом и упорно лезут на огромную высоту, всегда восхищают. Ведь для этого нужна не только смелость, но и серьезная физическая подготовка. Но у Эда Вистурса настоящий талант. Он один из самых известных американских альпинистов, а также единственный американец, покоривший 14 восьмитысячников. Гор, высота над уровнем моря которых превышает 8 тысяч метров. Большинству людей для таких восхождений нужен дополнительный источник кислорода. Но Вистурс вошел в пятерку экстремалов, которые обошлись своими силами. Только на Эверест он забирался 7 раз. Говорят, все дело в объеме легких. У Вистурса он намного больше, чем у обычных людей. Возможно, даже на 30%. Помимо самостоятельных восхождений, Вистурс неоднократно участвовал в спасательных экспедициях и помогал другим альпинистам. А еще он написал несколько книг, снялся в документальных фильмах и участвовал в Нью-Йоркском марафоне. Сейчас знаменитый альпинист выступает в качестве мотивационного спикера. Стив Ладвин Некоторые люди пьют витамины, чтобы чувствовать себя моложе и бодрее. Другие занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни. А Стив Ладвин предпочитает змеиный яд. И это не метафора. Он регулярно делает себе инъекции змеиного яда. Удивительно, но опасные токсины как будто защищают Стива от других болезней. Например, от простуды. Кроме того, яд помогает мужчине чувствовать себя моложе. Хотя Стиву уже за 50, после инъекций он ощущает себя на 20 с небольшим. Но все это, конечно, не повод следовать его примеру. За 30 лет экспериментов у Ладвина уже выработался иммунитет. Стив также преследует более глобальные цели. Например, он отравляет свой организм, чтобы помочь разработать новые и безопасные противоядия. Тем не менее, Стив признает, что инъекции вызывают у него временные отеки и кровоподтеки, а также сильное сжение на несколько минут. Однажды из-за своего увлечения он чуть не лишился руки, но все равно считает, что риск оправдан. Используя антитела в крови Стива, ученые Копенгагенского университета планируют помочь сотням, а может быть и тысячам людей. Британи Уолш Чтобы установить рекорд по стрельбе из лука, недостаточно просто очень метко стрелять. Попробуйте сделать это, стоя на руках. Именно так поступила американка Британи Уолш, попав в Книгу рекордов Гиннесса, как человек, выполнивший самый дальний выстрел из лука ногами. Она смогла поразить цель на расстоянии более 12 метров. В детстве Британи много занималась гимнастикой, а с 2005 года стала гастролировать вместе с цирком. Сегодня она продолжает путешествовать и демонстрировать свои необычные способности людям по всему миру. Британи побывала в Дубае, Гонконге, Германии и Финляндии, не говоря уже о шоу, в которых она участвовала на родине. Помимо выступлений, Британи является профессиональным тренером по акробатике и готова делиться своими знаниями. В любом формате, от частных уроков и онлайн-обучения до целых семинаров. Так что если вы вдруг всегда хотели научиться стоять на руках, вы знаете, к кому обратиться. Стик Северенсен Датский фридайвер Стик Северенсен — четырехкратный чемпион мира и обладатель нескольких рекордов Гиннесса. Его называют человеком, который не дышит, и это не случайно. Стик может задерживать дыхание на 22 минуты. Он демонстрирует нечто совершенно невозможное. Ведь основная опасность для человеческого организма при длительной задержке дыхания — нарушение функций головного мозга. И чем дольше мозг остается без кислорода, тем более опасными и необратимыми становятся эти нарушения. Известно, что Стик, как и прочие фридайверы, использует йогу, которая позволяет задерживать дыхание без последствий для организма. К слову, Северенсен не только умеет долго находиться без кислорода, но и регулярно устраивает себе другие испытания. Например, сидит в бассейне с акулами или проплывает под толщей льда без гидрокостюма. Любой другой человек наверняка бы заработал судороги от холода и утонул, но только не Стик. Позже он рассказывал журналистам, что в момент подобного заплыва не чувствует холода, не думает о кислороде. Весь его организм сосредоточен на работе. Но все-таки мы не рекомендуем повторять рекорды Северенсена. Во всяком случае, без специальной длительной подготовки. Китаец Ру Антин из Лояна завершает наш список удивительных талантов. Он умеет всасывать воду носом, а затем брызгать ей через слезные каналы. На первый взгляд может показаться, что это абсолютно бесполезное умение, и, честно говоря, так оно и есть. Но насколько же круто все это выглядит? Ру обнаружил свой талант совершенно случайно. Просто когда глотал воду во время купания в реке, а потом заметил, что может выпускать ее через глаза. Это произошло еще в детстве. Его друзья, конечно, были в шоке. Впрочем, между обнаружением странных способностей и мировой известностью успело пройти много времени. Более 20 лет. Но только в 1990-х годах, когда Ру потерял свою работу на местном заводе по производству удобрений, он начал развивать свой необычный талант. Ру много тренировался и через три года смог стрелять водой из глаз на три метра. И не просто стрелять, а делать это настолько точно, чтобы выполнять маленькие задания. Например, гасить свечи или писать что-нибудь. Да, при помощи воды из глаз. И результат действительно можно прочитать. Если вы знаете китайский, само собой. Псс, дружище, хочешь немного новых технологий и крутых гаджетов? Мысленно уже находишься в будущем? Тащишься от больших машин и не представляешь своей жизни без роботов? Загляни на тех зон и найдешь целую кучу этого добра. Ссылка находится в описании. Заинтересовали? Ну вот и отлично! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok